Добрый день, добрый вечер, если у вас утро, но вам не повезло. Где бы вы ни находились, это ютуб-канал Евгения Альбац и портал «Адни Таймс», я Евгения Альбац, и сегодня итоги недели я буду подводить вместе с писателем Виктором Шедоровичем. Виктор, здравствуйте! Виктор, привет! Мы на «вы» будем конспирировать? Как прикажете, мы можем на «ты», как у нас получится. Все равно, мы все равно соскочим, Жень. Соскочим, хорошо. Но прежде чем я начну задавать вопросы Виктору Шедоровичу, напоминаю вам, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, какой-то алгоритм ютуба, который это требует, чтобы ютуб выдавал не только всякие клипы, но и всякий умный контент большему числу зрителей. И, пожалуйста, поддерживайте канал, там внизу есть линки и на «Донатпей», и на «Бусти», и на «Патреон». И, конечно же, подписывайтесь на все социальные сети Виктора Анатольевича Шедоровича. Виктор Анатольевич, вы же знаете, он наше все. Виктор Анатольевич, говорите, девушка, говорите. В последнее перед главами фракции выступил президент Путин. Я вас сейчас попрошу прокомментировать ряд его цитатов. Вот, например, он сегодня много говорил про Запад. «А вы там, Виктор Анатольевич, что называете, видите Запад, щупаете этот Запад?» А Путин про Запад сказал следующее, внимание, начало цитата. «Запад, который некогда декларировал такие принципы демократии, как свобода слова, плюрализм, уважение нового мнения, сегодня вырождаются в полную противоположность, в тоталитаризм, включая цензуру, закрытие средств массовой информации, произвол в отношении журналистов, общественных деятелей». Конец цитаты. Вот колитесь, Виктор Анатольевич, что там у вас на Западе происходит? «На Западе все плохо, конечно, гнием, гнием. Посмотри, это все… Серьезно комментировать невозможно. Давно замечен алгоритм, он простой алгоритм, он называется сам дурак, он называется сам дурак, вор кричит «держи вора», это нормально. И Путин про все, что можно предъявить ему доказательно, он предъявляет Западу. Тут есть какая ловушка логическая, причем с советских времен нам известная. Дело в том, что Запад не идеален, демократия не идеальна, как давно сформулировано, это просто лучше из возможного. Просто все остальное еще хуже. У демократии, у западного устройства есть огромные дефекты. Эти дефекты прекрасно известны Западу и каким-то образом нивелируются, преодолеваются постепенно механизмами обратной связи, которые на Западе существуют. Но в любой момент поскреби «вот дураки, вот демагоги, вот проблемы». Все это есть, разумеется. И это вполне советский алгоритм зацепиться за реальную западную проблему, показать ее советским людям и показать «вот как на Западе», естественно, выбирают только самое плохое, «вот как на Западе». В сравнительном анализе это, конечно, не выдерживает никакой критики. Потому что, да, у меня есть вопросы к Цукербергу по его, так сказать, цензурной политике. А он тебя все время банит, по-моему, да? Он меня банит, он всех банит, да. И есть вопросы по механизмам этой новой этики, да, есть вопросы. Это некоторая общественная дискуссия, которая идет на Западе, да, с участием крупнейших там, да, знаковых фигур, от Салмана Ружди до Роулинга, да, эта дискуссия идет, эта проблема есть, она обнаружена, и ее обсуждают. Но когда ее обсуждает Запад, западные проблемы, это понятно, это в своем доме обсуждается, теперь уже могу сказать, мы тут на Западе обсуждаем наши западные проблемы. Но когда к нам приходят из Северной Кореи с замечанием о невысоком качестве нашей демократии, тут, конечно, становится немножко смешно. Смешно, если глядеть снаружи, если смотреть изнутри, то совсем, конечно, не смешно. И, да, значит, Путин, который делает замечание за, так сказать, Западу по поводу его тоталитаризма, ну, понятно. Это называется сам дурак. Вот и все, вот весь механизм. И мы ловимся, с советских времен ловимся, потому что разве это не правда? Разве в Централ Парке в 70-х годах в Нью-Йорке не было преступности? Разве нет безработицы? Разве нет социального неравенства? Разве нет дураков, демагогов? Да есть сколько угодно. Вопрос только в том, что есть и механизм преодоления этого, и какой-то гарантия, так сказать, дальности. Я вот, я бы сформулировал так, что демократия не дает никаких гарантий рая, но она дает гарантию от ада. Вот. Вот ада не будет. Рая не будет. Нет, всегда будут демагоги, болтуны, воры, коррупция, все что угодно. Шрёдер будет, да, с одной стороны Берлускони, с другой, хрен знает, что с третьей, Пелоси с четвертой. Все будет, да, все будет, но только будет механизм, который не позволит узурпировать власть, который не позволит превратить Корею в Северную Корею, да, не позволит, да, не позволит, не позволит осудить невиновного. А если такое случится, то механизм, который заложен, заложен механизм реабилитации, возврата, да, это можно обсудить, да, и сядут те, да, при демократии случается Гуантанамо, но в демократии заложен механизм, который Дональда Рансфельда, министра обороны, вышибает из его кресла после обнаружения Гуантанамо, а потом Буша старшего Колом идет рейтинг вниз, его переизбирают, вот, а Гуантанамо, да, может случиться, но когда мы тычем в лицо Запада Гуантанамо при своем Чернокозово, о котором, да, фильтрационном лагере в Чечне, по сравнению с которым Гуантанамо – это детский санаторий, потому что… – То есть все фильтрационные лагеря находятся в Украине. – Да, и фильтрационные лагеря сейчас в Украине, да, и это тишина, и никто не знает, и все знают про Гуантанамо, а знают про Гуантанамо, потому что об этом писали журналисты Вашингтон-Пост, и журналисты Вашингтон-Пост получили пулицарскую премию за это, а министр обороны ушел вон, а непосредственные садисты ушли под суд. Вот как это работает. Это отдаляет от ада, вот всего лишь. Путин прав, есть проблемы на Западе, только ему надо заткнуться, зашить себе рот. Ему с его практикой политической надо про это зашить себе рот. Но несчастные убогие россияне, которым это адресовано, они не в состоянии увидеть двухходовку, они видят только одноходовый, да, только один ход они видят. И да, этот ход, да, логично, правильно, есть проблемы на Западе, да, есть, конечно. Путин прав. И он опять всех переиграл. Витя, вот тут вот продолжает Владимир Владимирович, говоря о народах Запада. Просто усталили стоять на коленях, унижаться перед теми, кто считает себя исключительными, да еще вовщерб себе обслуживать их интересы. Это он об американцах. Расскажи, пожалуйста, где вы там стоите на коленях? Нет, 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 наоборот, это он говорит, что нам надоело стоять на коленях России. Нет, нет, это он говорит про страны Запада, что большинство стран не хотят такой жизни, такого будущего. Здесь люди не стремятся не к формальному, декоративному, а к содержательному, настоящему суверенитету и просто устали стоять на коленях. А, перед Америкой. Ну? Это, в смысле, я сейчас в Вене, я утром выйду посмотреть на ринг, стоят ли на коленях перед американским посольством. Я проверю эту информацию. По моим первоначальным наблюдениям, нет. Знаете, там лошади, штрудели, там туристы, в том числе американцы. Как-то я не заметил особенно стояние на коленях. И у них есть такая штучка, да, это в ответ Владимир Владимирович, есть такая штучка, как выборы. Виктор Анатольевич, вы замерли, замерзли. Виктор Анатольевич, вот так вот. Вот так это и происходит. Видите, что у них там на Западе творится? Затыкают рот нашему Шандоровичу, который вдруг на ихнем Западе. Шандорович, отморозься. Вот такая жизнь. Затыкает ему рот и затыкает ему рот. Вот вы посмотрите на эту замороженную фотографию, замерзшую фотографию Шандоровича. Ну что это такое? Сейчас вот Виктор Шандорович разморозится, вернется к нам обратно. А вы пока смотрите и говорите себе, это потому, что он там у них в вене, и поэтому он весь из себя вот так вот замерз. Вот. И вернулся. А я уже рассказываю, говорю, вот ты замерз в своей вене. Затыкает тебя Запад этот проклятый. Я тебя не слышу. Виктор Анатольевич, теперь вас нахрен не слышно. Вас совсем не слышно, Виктор Анатольевич. Не слышно. Вас заткнул Запад. Заткнул Запад вас, Виктор Анатольевич. Вот оно доказательство. Вот оно доказательство. Вы хотели увидеть, что делает Запад с нашими любимыми комментаторами? Ну, кто бы это позволил себе сделать с Шандоровичем в России, чтобы взять его и заткнуть? Вот так это абсолютно отвратительно, я бы сказала. Виктор Анатольевич. А вот сейчас. Вот, Виктор Анатольевич. Куда вы опять пропали? Что вы там ручкой своей делаете? Я гуманитарий, Женя. Я гуманитарий. Я по буквам. Я не по видеосвязи. Я уже все сказала нашим зрителям и слушателям, что это проклятый Запад. Нашим. Ручек затыкает. Да, да, да. Именно. На чем бы стало быть сейчас. Я хочу вам, Виктор, ну, вы уже сказали, что вы завтра проверите, стоите вы там на колене или нет. А я хочу вам последнюю цитату. Она самая важная. Итак, начало цитата. «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя», — говорит Путин. Можете себе представить? У меня мурашки просто по спине. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. Конец цитаты. Понятно. Понятно. Это, ну как, это давно сформулированный ядерный шантаж, что называется. И это очень реально. И это правда, что запасы возможностей по уничтожению всего живого у России есть. У России больше ничего не может предложить миру, кроме ужаса. Вот это наш ужас. Это ужас мира. И это наш национальный ужас. Мы не можем предложить ничего миру, кроме, собственно, уничтожения мира. Это единственное, чем мы интересны сегодня миру. Да, при традиции литературы, культуры, при всем этом, при всей этой цивилизации великой в прошлом. При всем этом Чайковском, Толстом, Пушкине, Достоевском. Мы сегодня не можем предложить ничего, кроме уничтожения. И мы говорим миру, мы можем вас уничтожить. Поэтому вы должны нас учитывать, уважать, ценить, договариваться с нами. Ничего нового. Ничего нового. Это шантаж называется. Другое дело, что, ну всерьез, давай не заниматься полевикой на пустом месте. Его слова обращены через головы этих бессмысленных депутатов, обращены прежде всего к собственной аудитории, к собственному электорату. Они обращены к аудитории Останкина. Это сегодня, я не сомневаюсь, главная тема. Это сегодня, да. Это понесут в зубах, потом на кусочки раздерут над цитатой Симоньяна Соловьева и так далее. Это все понятно. Это обращено не к Западу. Запад на самом деле все давно прекрасно понимает. Поскольку есть ядерное оружие, именно поэтому Путин продолжает бултыхаться на поверхности политического мира, а так бы его фамилия была Нарьега, допустим, или Милошевич, или Саддам Хусейн. Саддам Хусейн с Милошевичем поближе, но Саддам Хусейн, да. Если бы не было ядерного оружия, перспектива получить тактическую ядерную войну на территории Европы принуждает Запад вести игру в длинную. Игру в основном не военную, а экономическую. Игру совершенно убийственную для России в перспективе. Потому что, конечно, не сразу. В России, конечно, есть военные ресурсы. Много лет экономика работала только на войну. Очков вместо туалетов, дорог нет, газа нет. Но чем убить миллионы людей у нас есть. И мы это, собственно говоря, этими приторговываем сегодня. Значит, Запад играет в длинную. Запад действительно, в чем правда? Кровью платит Украина сегодня. Это правда. Запад, дальше можно говорить, называть это прагматичным или циничным. Это уже вопрос терминологии. Запад, естественно, между прямым ядерным противостоянием и вот такой игрой в длинную, выбрал игру в длинную. В игре в длинную у России нет шансов никаких. Разница в экономиках 30-кратная, кажется. Я не помню, 35-кратная. Что-то в этом роде. Войны выигрывают экономики. Это банальность. И можно диким усилием военным взять Лисичанск на пятом месяце войны. На пятом. Взять Лисичанск и Попасную. И праздновать это как великую победу. За неимением возможности пройти по Крещатику. Праздновать взятие Попасной. Это очень хорошо. Это очень бодрит телезрителей Первого канала. Но это понятно, что в длинную война будет проиграна. В длинную. Экономика закончится через какое-то время. Она может закончиться и украинец. Последний номер экономиста. Они опубликовали большой анализ ситуации на фронтах. И они показывают, что если Украина будет использовать даже те боеприпасы, которые ей сейчас предоставляются Западом, с той скоростью, с которой они использовались в последней битве за Лисичанск, то они, к сожалению, эти боеснаряды очень быстро закончатся. И Украина сейчас теряет до 200 человек в день. Конечно, Россия тоже теряет. Ну, просто несопоставимые страны. Наконец, экономика Украины потеряла уже 30% ВВП. Анализ ВМФ и Всемирного банка показывает, что если дальше так будет продолжаться, и если Россия перекроет порты, и Украина не сможет вывозить свое зерно, то экономика Украины окажется в той ситуации, в которой экономика США оказалась во время Великой депрессии. Жень, смотри. Никакой Запад не сможет все это профинансировать. Смотри, на это и расчет, собственно говоря, на это и расчет Путина, на это и расчет Путина, что потери экономические, человеческие Украины в какой-то момент вынудят идти на переговоры и, так сказать, фиксировать ситуацию. Я думаю, что Запад, остановившись перед красной линией, вынужден будет тоже через какое-то время разговаривать. Я не экономист, это не военный стратег. Ясно, что если Запад, если на Западе возобладает Чемберленовская, так сказать, позиция, заключающаяся в том, что, ну, надо, придется пожертвовать Чехословакии, ну, в данном случае роль Чехословакии играет Украина, да, ну, что поделать, досадно, но, ну, так сказать, не выйдет, да, зато я принес вам мир, да, зато мир. Если это предательская и ошибочная, как показала прошлая война с прошлым тираном, политика восторжествует, Путин добьется, значит, это значит, что Путин победил. Победил тактически, еще раз повторяю, стратегически, все ясно с 24 февраля. Да, стратегически, понятно, что Россия проиграла, потому что, как бы ни развивались события, стратегически Россия, страна-изгой, выброшенная вон из мира, еще не было случая, чтобы страна-изгой побеждала остальной мир. Этого не бывает, этого не может быть никогда, да, на длинной дистанции. На короткой дистанции, да, в истории Второй мировой был сороковой год, да, был сороковой год, когда Англия одна воевала, да, против тирана, да, тирана, который был в сговоре с другим тираном, а все остальные держали нейтралитет и так далее. Все это было. Сороковой год может быть, но ясно, что будет и сорок четвертый, да, и сорок пятый, и сорок шестой. Дальше вопрос цены и сроков, цены и сроков. Если Запад, вот то, что ты сказал, это очень вещь печальная, но она ясная вещь, если Запад отделит проблемы Украины от своих и скажет, ну, все, нам очень жалко, мы очень сожалеем, мы завесим наши улицы жовто-блакитными флагами, но это все, да, с чем мы можем вам помочь, это наша солидарность, ну, беженцам поможем, да, а так, в общем, ну, что поделать, да, это ваши проблемы. А у нас тут свои проблемы. Если Запад, если Западу и 22-го года не хватит, чтобы прочистить мозги, как не хватило 8-го года с Осетией, 14-го с Крымом, если Запад снова уйдет, да, как, я в домике вот это вот, сыграет свою любимую игру, я в домике, у нас тут снаружи, да, нуф-нуф такой, да, вот, да, вот, вот этот домик крепкий, ну, там волк этих съел, конечно, там, да, ну, а мы в домике. Ну, конечно, это закончится, это закончится повышением ставок, потому что у Путина стратегически нет никаких других вариантов, кроме войны, ему нечего предъявить. Он в России станет лузером, как только наступит мир, то есть в мирное время, без военной повестки, то есть если перестать теребулькать, вот, так сказать, россиян, да, массировать эту урогенную зону, да, имперскую, военную, чтобы они, так сказать, закатили глаза и кричали от счастья. Вот если перестать этот эротический массаж им делать, и они придут в себя, они обнаружатся голодными, раздетыми, обманутыми, да, и, конечно, Путин этого не допустит. Поэтому этот эротический массаж имперский будет продолжаться. Не Украина, а страны Балтии есть еще, Данцевский коридор, Калининград есть, да, Казать, что угодно, Молдава, кого-нибудь послабее выберет, Молдову там, не знаю, что-нибудь еще, да. Обязательно, обязательно, без военной повестки вспомним, кто был, вот просто, ты, может, это лучше помнишь, ты все-таки 15 лет редактировал журнал «Нью Таймс», да, кто был врагами России, вот, седьмого года, с Мюхенской речи, Анищенко, вот, что за норвежский... Сначала была Эстония, нет, была Эстония, помнишь, когда исторически... Бронзовые солдаты, бронзовые солдаты, бронзовые солдаты, бронзовые солдаты, поляки были точно, поляки были точно. Поляки были всегда, и поэтому праздник-то у нас 7 ноября, там теперь никакой 8, это вот, да, вот там... Нет, 4 у нас теперь, да. Или 4, извини, пожалуйста. В честь Минина и Пожарского. Нет, 7 ноября тоже в честь Дзержинского, тоже в честь поляков, но это другие поляки. Другие. Значит, да, значит, норвежцы были точно, потому что Анищенко запрещал лосось. Спиртосодержащие жидкости из Грузии, мы вспоминаем просто по санкциям нашим, да. Грузия, конечно, вино, Боржоми. Да, Турция, Турция, с Турцией воевали. Значит, где у нас кругом враги? Балтия, ну, страны Балтии просто, да, понятно. Всегда Литва и так далее. То есть по периметру, просто по периметру, от Москвы до самого до окраина. Вот от Таллина, да, от Таллина. Казахстан у нас теперь, да, на измене. Но пока еще нет, пока еще не объявили, потому что через Астану идет параллельный импорт. Да, понятно. Через Астану импорт, и за Астаной там виднеется Китай. Виднеется Китай, который совершенно очевидно молчаливый участник этой игры. Итак, конечно, Путин как дурак-дурак, но мыло не ест. Он не будет, он не будет, да, но он не будет делать смертельных для себя вещей. Попробуй, по крайней мере, не делать тактических смертельных вещей. Но враги будут всегда. Россия в кольце фронтов, вот это вот словосочетание, выученное мной в пятом классе средней школы, в начале, в конце 60-х годов, вот я выучил это. Анданта, Россия в кольце фронтов, вот это вот все. Вот это вот в Россию в кольце фронтов, новые дети в пилотках, выстроенные буквой Z, спустя полвека будут снова учить про Россию в кольце фронтов. И сегодняшняя речь Путина, конечно, обращена к этому сознанию. И в этой нервической обстановке, конечно, ну какая экономика? Ну что вы? Ну война же? Война на пороге, рядом враг, а вы тут про экономику. Вы тут что-то про инфляцию, вы тут что-то про полки, да, и так далее. Как и самые жирные из этих негодяев будут нам напоминать, что в блокаду там полагалось 200 грамм хлеба. Самые жирные из них будут теребулькать нас по поводу, так сказать, наших славных традиций выживания. Сначала самим организовать блокаду Ленинграда, самим довести до этого, самим, да, а потом заморить сотни тысяч самим, а потом долго-долго праздновать собственный героизм. Ну, знаешь, я бы не стала бы тут отбирать пальму пенкерства у Адольфовича и его... Нет, само собой, само собой, это совместное, послушай, все, что касается Второй мировой войны, это же совместное творчество, там совместный копирайт. Вот замечательные, значит, мои коллеги бывшие решили меня совершенно по этому поводу просто добить. Тут замечательный наш с тобой когда-то коллега Сергей Хасов в кассе написал, что как эти либеральные журналисты продолжают писать про Вторую мировую войну, надо, Россия должна забыть об этом, она там ничем солдаты не отличались от сегодняшних солдат. А я ему, извини меня, пожалуйста, Виктор Анатольевич, написала, дорогой мой Сережа, нет, я сказала, правда, чуть речь, ну, ты знаешь, я обычно другие слова употребляю. Я ему сказала, вот у меня мама была по фронтовому театру на Волховском фронте и на Сталинградском фронте, а папа у меня был на оккупированной немцами территории Украины в городе Николаеве, воевал там, а дядя у меня дошел до Каумаса. И я точно знаю, что никто из них не занимался мародерством, никто из них не насиловал, не грабил и так далее. При том, что я-то как раз исследования очень хорошо знаю, которые были сделаны на эту тему. И поэтому вот эти обобщения, я, знаешь, не надо. Вот надо оставить, было, когда советские войска вошли в Восточную Пруссию, было страшное. А когда они, кстати, вошли в Болгарию, то командующий войсками отдал приказ расстреливать за мародерство. Там не творили того, что творили в Восточной Пруссии. Ты ушла немножко на крупный план? Ну, извини, я не буду. Нет, 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 подожди. Тема есть, чтобы не было ощущения, что я просто ушел с этой темы. Я прекрасно вижу разницу, да, тоже. Мы, у каждого из тех, кто нас слушает, кто-то из дедов воевал, да, и там, или прадедов, да. Понятно. Поэтому тут, ну, мой тоже погиб там на том же самом, кстати, да, в Волховском. В фронте, да. Да, 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 да. Дед мой под Волховом сгинувший у меня было. Может быть, это, так сказать, формально был не Волховский фронт. Не важно. В данном случае не важно. Важно. Я прекрасно понимаю разницу. Я прекрасно понимаю разницу. И история «Многожильный провод», как писал Трифонов, это очень точная, точная вещь. И там внутри был героизм, спасение, самопожертвование. Там была Великая Отечественная война. Внутри чудовищной Второй мировой, которую Сталин развязал вместе с Гитлером, внутри него была Великая Отечественная, да, внутри него был героизм и так далее. И там внутри, конечно, были-были мародеры, но была Худжава, Тодоровский, да, Никулин, Герк, Володин. Я называю только тех, кого там знал, да, и так далее. И не надо мне объяснять про подвиг советского народа ни тебе, ни Путину, да, я в курсе. Вот. И между позицией Мединского и позицией Бабченко есть довольно длинная шкала, на которой каждый по ощущению располагает свои ощущения. Возвращаемся, возвращаемся к Путину и его речи. Она обращена, конечно, никаким не депутатам, нет никаких депутатов, да. И она обращена прямиком в Останкино, она обращена потребителям пропаганды. Она поддерживает этот огонь, так сказать, военный огонь, поддерживает военную повестку, антизападную повестку. Она началась внятно 15 лет назад, седьмой год, Мюнхенская речь, ты прекрасно помнишь. От речей перешли к делу довольно быстро. То, что Запад съел восьмой год с Осетии, съел двенадцатый год с Болотной, четырнадцатый год с Крымом и продолжал есть, торговать, целоваться в засос Реалполитик, вот, да, Запад вполне вскормил из этой моли этого дракона. Ну, все-таки основную сиську мы тут у себя дома сделаем. Нет, я тебе скажу так, у меня тут, прости, позиция немножечко более патриотическая, чем у тебя, как непарадоксально это звучит. Понимаешь, какая штука? Претензии к заложникам – это беспрогрошная вещь. Можно хлестать по щекам заложников. Давай хлестаем по щекам жителей Пхеньяна сегодня, за то, что они не протестуют. Я не вижу причин, почему это не делать. Если они это съедают, ну, значит, они этого и достойны. Женя, ну, давай нахлещем по щекам обитателей Пухенвальда, они же это едят. Ну, да. Да? Значит, давай устроим моральную экзекуцию, да, значит, тем, кто сидел в концлагерях. Советских, фашистских. Что за ерунда? Да. Люди попали, нации попадают в заложники. Целые нации попадают в заложники. Вот Иран в заложниках, в Северной Корее, Туркменистан в заложниках целиком. И на одного, на одну героическую женщину в Иране, которая, которые секли плетьми за отказ надеть хиджаб, приходится миллионы женщин, которые надели хиджаб, как миленькие. Хотя их мамы ходили на дискотеки, да? Надели хиджаб, как миленькие. Значит, выражать им, высказывать им претензии, хрестать их по щекам, мне кажется, глупым. Против лома нет приема. Регулярно целые нации попадают в плен к негодяям. Это заложники. Это заложники. И претензии к заложникам, это, мне кажется, такая некоторая часть стокгольмского синдрома. А вот Запад, просто хочу сказать, Жень, про нашу вину. 140 миллионов нас, да? Но среди нас есть Навальный, есть Владимир Карамурза, да? Есть люди, которые... Илья Яшин. Илья Яшин и так далее, и так далее, и так далее. И огромное количество людей, которые могут сказать, что я не... Нет, на мне нет вины за то, что Путин. Мы недостаточно сильны, да? Варшавское гетто было недостаточно сильным против вермахта. Вот и все. Мы не победили, мы проиграли. Некорректное сравнение. Нет, послушай меня. Ну, некорректное. Хорошо, Иран. Хорошо, Сталин. Хорошо, Сталин. Нет, Виктор Анатольевич, можно мы пойдем дальше все-таки по сегодняшним новостям? У нас передача называется «Итоги недели СССР». Так вот, чтобы далеко не уходить от вашего Запада, скажите мне, что вы думаете про сегодняшнюю отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании? Ничего не думаю. Ничего не думаю. Я не... Я понимаю, что это важное изменение пейзажа. Я не политолог, и у меня нет никаких... Все, что я могу прокомментировать, это, условно говоря, я бы прочел у кого-то перед нашим эфиром. Нет, у меня нет никакого мнения по этому поводу. Я понимаю, что это в украинском сюжете, в этом пейзаже, что это, конечно, может быть на руку Путину, потому что Джонсон был одним из немногих внятных оппонентов. И я не знаю, кто придет на смену и, значит, что это будет означать в отношении Париж, что это будет означать для Украины, не знаю. Но ясно, что это серьезное изменение пейзажа. Это единственное, как я могу прокомментировать. Вы знаете, Виктор Анатольевич, вот очень интересно, что вышел в Европе большой опрос. У нас на сайте New Times мы опубликовали, об этом рассказывал Глеб Павловский. Очень интересно. Вот майский опрос Европейского центра по изучению мнения. Он охватывает 8 тысяч респондентов со всех концов Европы. Хоть занимался Краснев, у которого, я надеюсь, вы в гостях или будете в гостях здесь в Вене. Так вот, значит, 8 тысяч респондентов от Польши, Румынии до Франции, Германии, Италии, Португалии, Испании, Финляндии, Швеции и Великобритании. Во всех десяти странах граждане решили, что Европе объявили войну, и они приняли вызов. Европе объявили войну. Более того, консолидация Европейского общества по вопросу о виновнике кризиса, вот как определили социологи, она усиливается, не ослабевает. Виновник России, так считает, три четверти опрошенных. 8 тысяч респондентов. Вы представляете себе, это шикарная выборка. Две трети видят в России главное препятствие заключения мира, сомневается только Италия. После того, как Украина решительно доказала, что может сопротивляться, солидарность с ней стала европейским консенсусом. Украинский флаг, новая европейская мода, пишет автор этого исследования. И дальше они говорят, очень любопытно, что среди тех, кто считает, что надо идти до конца, ни в коем случае не соглашаться на мир в обмен на территории, преобладает мужчины. 62% против 38% женщин. Вот такое любопытнейшее исследование, которое показало, что, в принципе, это не Джонсон формулировал политику Великобритании в отношении Украины. Это англичане захотели, чтобы их премьер летел в Киев. И пока он еще летал, и поэтому в этом смысле, понимаете, мне кажется, что вот эти вскрипы и вскрепки, что это изменение пейзажа, при тех цифрах, которые мы видим по этому опросу, Виктор Анатольевич, кто-то придет на смену Джонсону, не может себе позволить никакой другой политики. Его снесут, я даже не говорю, куда его снесут. Я не знаю причин отставки. Я не знаю причин отставки. Я повторяю, я не политолог, я не состоял. Анатольевич, они известны. Нет, это известно, в чем там дело. На протяжении... Значит, он пробыл у власти чуть больше тысячи дней. Он врал, когда началась пандемия. Он долго принимал решения, звал людей на футбольный матч, когда уже гибли по полной, по самой «немогу» Великобритании. Он врал по поводу того, что когда был локдаун, очень жесткий, он был значительно жестче, чем, например, в Соединенных Штатах, где сидела я, где можно было ездить в магазин и ходить по улицам. А оказалось, что он в это время устраивал всякие партии, вечеринки, ходил на них. Ну и, наконец, последняя история, связанная с тем, что он назначил на высокий политический пост человека, про которого он знал, что он там хватал за яйца каких-то там, значит, людей в парламенте. Ну, нравилось человеку хватать... Извини, Виктор Анатольевич. Я не могу разлить эти вкусы, но я могу понять это. Ну, это ты просто не понимаешь. Ну, не могу. Поговорили, да. Да, ну, хорошо. Замечательно. Замечательно. Хорошо. Но самое главное, понимаешь, что он врал. Понимаешь, это точно так же, как Клинтона. И мы устраивали импичник не за то, что Моника Ленинская в паральном сексе, а за то, что он врал. Вот за это Джонсон потерял свою... Я упустил сюжет непосредственного, я помнил эти скандалы с партией и так далее. Я упустил этот сюжет с причиной отставки. Ну, дай бог, дай бог. Я повторяю, это то, о чем мы говорили. Есть механизмы, да, можно соврать, но есть механизмы, которые, так сказать, поставят тебя на место и так далее. Меня мало интересует, то есть меньше интересует судьба вообще английской демократии, да, меньше, чем конкретика сегодняшняя. И они, цифры, которые ты привела, они обнадеживающие. Ощущение консенсуса человеческого, безусловно, есть. Но мы же видим, да, мы же видим, как просовывается этот Чемберлен в прессу, да, то там, то там, то какие-то очень влиятельные, да, влиятельные газеты публикуют какие-то очень миролюбивые статьи, в которых совершенно пополам ответственность на Россию и Украине, да. То есть, что варится в политических верхах, я не знаю. То, что на человеческом уровне консенсус есть, это, безусловно, это я наблюдаю. Но я вот, я в Польше живу, и тут просто выдающаяся солидарность с украинцами и так далее. Как раз Польша является лидером вот этого, то, что Павловский называет, значит, партии суда и справедливости, они, 41% поляков выступают за то, что, значит, нужно будет судить военных преступников. На самом деле, те, кто, лагерь вот этих мир в обмен на территории возглавляет Италия, 52%, и Германия, где 49%, соответственно, респондентов предпочли мир в обмен на территории. Да, 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 газовый шантаж, газовый шантаж оказывается очень эффективным, конечно, потому что одно дело, повторяю, обвешаться желтоблокитными флагами, другое дело понять, что ценник, который тебе приходит за газ, да, за бензин, что это плата, да, да, это твоя плата, наша плата за, собственно, продолжение европейской цивилизации, потому что альтернатива этому только лечь под Путина. Потому что если Путин поймет, что это работает, ну, он же, там же, это стало общим местом уже давно, логика гопника. Ты никогда не отойдешься от него на безопасное расстояние, он всегда будет дышать тебе в лицо, он всегда сделает шаг следующий. Вот, поэтому, ну, ясно, что вот эти вот 49, 51, вот это очень важная вещь. Видишь, Польша-то Польша, а Германия очень важный игрок, и когда это балансируют вот на таком, да, ты говоришь, его снесут политики, в Англии это, может, снесут, а в Германии, как ты видишь, 50-50, да? 50-50 процентов поддерживает мир в обмен на территории, но раньше было больше поддерживающих, но развитие войны и то, что те кадры, которые они-то видят, мы здесь в России не видим, а там-то идут это постоянно, так я понимаю, ты видишь это тоже постоянно, это производит, видимо, впечатление. Да, 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 еще раз, мы сейчас внутри сюжета, и мы не можем заглянуть в конец задачника и посмотреть, как там учебник истории, как там все это разрулится. Еще раз, это вот эта история, вообще история как предмет, я уже привозил этот пример, это цыганское гадание, где вообще все понятно. Вот у тебя есть там тайный недоброжелатель, да, да, есть любовь, да, это все можно вообще говорить, общий сюжет, понятие. После 24 февраля общий сюжет, Россия выброшенная вон, Россия добровольная страна-изгой, Россия с обрушенной экономикой, Россия, которая десятилетия потом напролет будет платить. Никита Анатольевич, давай мы не будем опять заходить в ту же шарманку, потому что мы об этом говорили, а у меня еще много вопросов, а время у нас... Нет, просто конкретика, конкретика, совершенно непонятно, это может длиться два года, а может длиться 15 лет, вот я о чем. Еще из новостей, значит, вчера суд арестовал почти всю головку МВД Санкт-Петербурга, и там начальник ГИБДД и так далее. Казалось бы, и среди них и помощник главы МВД России Сергей Умнов, который до этого, значит, возглавлял чего-то там важное еще в Санкт-Петербург, в Санкт-Петербургской полиции. Ну вот, казалось бы, война, нужно демонстрировать консолидацию элит, особенно силовых, вокруг вождя, а тут вдруг арест. Вот с твоей точки зрения, это вот почему все происходит? Я не знаю подоплеки буквально вот этой истории, но общее соображение, как мне кажется, идет дарвинизм уже давно, есть идеологические вещи, так сказать, алмазной крепости, да, вот если ты против Путина, то ты погиб, да, это понятно. А дальше внутри идет конкурс любви к Пути, да, дальше казна съеживается помаленьку, желающих ее попилить не уменьшается. Это внутренний дарвинизм, внутривидовой дарвинизм, как мы знаем. А ты хочешь сказать, что вот это поле кормления, оно сужается, и поэтому надо меньше оставлять игроков на нем? Нет, ну они давно друг друга сажают, слушай, они у десятилетия напролет, они время от времени другого генерала свинтят, да, МВДшники арестуют ФСБшника, ФСБшники МВДшника, да, и так далее. Они воюют за Следственный комитет с прокуратурой, да, УФСИН со всеми этими, они, эти погоновожатые, да, понятно, что экономика съеживается, а значит, надо показать свою, да, надо остаться при казне. Вот, это пиление, это вопрос в том, кто кого первый, да, помнишь у Стругацких, да, что у Христобаля Хунты стоял в кабинете чучела, штандарт Арфюра СС в полной парадной форме с моноклем, тот тоже был знатным таксидермистом, но Христобаля Хунты успел первым. Вот, вот и все. Вот кто-то из них успел первым. Могли, а могли эти, по-другому бы сложилось, эти бы тех посадили. Это дарвинизм. То, что в, вот в этом проклятом Западе, где я сейчас нахожусь, такие процессы там тоже есть, дарвинизм, и политика, и политиканство. Разумеется. И тоже есть политические интересы, корпоративные интересы. Но поскольку все это под контролем, тьфу-тьфу-тьфу, независимого суда и общественности, да, то все это приобретает формы все-таки борьбы с коррупцией, по большей части. Хотя в борьбе с коррупцией тоже могут использоваться, ну, скажем, всем же Джонсонам, разумеется, там клановые и политические интересы тоже есть. И кто-то копал по Джонсона и накопал. Ну, замечательно. Но все, что массовая информация, они это... Ну, разумеется. Профессия такая. Разумеется. Профессия такая, но понятно, что за CNN стоит один клан в Америке там, да, за Фоксом другой. Это все понимают. Вопрос в том, что есть и те, и другие, и это невозможно монополизировать и просто устроить террор одних в отношении других. Вот только о чем речь. Это то, о чем мы говорили в самом начале, что просто каким-то образом до ада не доходит. А в нашем случае, поскольку никакого общественного контроля нет, это в чистом виде, так сказать, внутривидовой дарвинизм. Я приветствую это, чтобы они все друг друга пожрали. Мне кажется, это было бы только правильно. Но об этом можно только мечтать, конечно, потому что придут новые, и они останутся. Вот, кстати говоря, как работает этот дарвинизм? Вот тут он работает забавно. Одни негодяи, одни воры и негодяи посудили других воров и негодяев. А в истории с... Значит, забыл фамилию ученого, который умер от рака, да? Колкер. Колкер. Ну, естественно, да, потому что... Дмитрий Колкер, да. Да, Дмитрий Колкер. Его же везли умереть. Все же было понятно, что он умрет. Но его именно поэтому арестовали. Это не заводит дарвинизм. Вот есть следователь, который вел это дело. И вдруг сейчас он этот умрет на свободе. И что? А где премия? А где звездочка? Ты врага не арестовал. И он успел арестовать врага. Вот, это ведь тоже не то, что какой-то специальный садист, который хотел вот непременно сделать так, чтобы Дмитрий Колкер в мучениях умер поскорее. Я вот думаю, что ровно это, что из него выбивали показания. Нет, я думаю. И поэтому, когда человек умирает, и ко всему прочему, он же был на венном, наскармливый через вену. И он в мучениях, очевидно, это же рак поджелудочной железы. И в этом, вот я убеждена. Витя, что задача была ровно такая. Вывить из него показания на кого-то там еще. Напоследок. Ну послушай, поскольку не пустили адвоката к нему, да, то эти показания можно, они могут написать как угодно, да. Какая разница? Какая разница? Они это напишут просто. Какая? Адвокат на значение? Мне кажется, что та логика, которую ты описала, это немножко прошедшая логика. Потому что лет 10-15 назад им еще нужно было как-то подгонять реальность под свои бумаги. Да? А Карамурза, который изменил траекторию подхода к своему подъезду, этого достаточно для ареста, они давно перестали притворяться. А это Карамурза, то есть публичная фигура, которая привлечена в внимание. Нет, я думаю, что, да, они могли выбивать показания, но я думаю, что главным образом человек был на свободе, значит, он умер бы на свободе, значит, работа следователя прахом. Не зафиксирована. Как, скажи мне, вот мы теперь знаем, что следователь дала разрешение отвезти его в Москву из Новосибирска, да, пять часов лета, в СИЗО судья Советского суда города Новосибирска Ирина Алиева. Вот, знаешь, мне очень интересно, вот женщина, да, ей кладут документы, что это больной с терминальной стадией рака поджелудочной железы. Он находится на вскармливании через вену, он умирает, и она дает разрешение следователю выдернуть его из больницы, а врачи в больнице его отдают. А как они не отдадут? Жень, а клятва Гиппократа? Женя, какие клятвы Гиппократа, ты видела, послушай мне, дальше мы переходим на уже такой низовой уровень, и там может попасться героический врач какой-нибудь, да, а может попасться негероический, как в случае с Навальным, да, может попасться такой врач, а может попасться такой врач, да, 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 и одни врачи будут спасать и не отдавать, и лечить на, так сказать, и выполнять клятву Гиппократа, а другой будет убивать Навального, да, поэтому это уже индивидуальный вопрос. Что касается судьи, ну она же не, так сказать, не ветром ее надуло на это место, она уже успела продать папу-маму, да, и всех, чтобы оставаться судьей. Это твое личное мнение. Мое личное мнение, да, 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 может быть не папу-маму, может быть не дальних родственников, я не знаю, кого именно, но я знаю, по факту, вскрытие показало, да, что она чудовище, что она чудовище. Ничего, вот я тебе скажу так, вот в чем событие, знаешь, я вот театральный человек, да, вот есть разбор сцены, вот событие сцены, есть такое понятие, событие сцены. Что произошло? Так вот ничего не произошло. Вот если бы судья сказала ФСБшникам, Следственному комитету, нет, нет, человек умирает, и я не позволю это с ним делать, сказала бы, нет, он не будет арестован, это было бы событие, тут бы произошло нечто экстраординарное, и мы бы сказали, о, судья Алиева, слушайте, оказывается, бывают приличные судьи, оказываются, бывают, да, и так далее, это было бы событие на 23-м году путинской власти, существование судей, которое встало в полный рост против ФСБ, Следственного комитета и так далее, это было бы событие, а в том, что судья выдала на расправу послушно, подписала все, что ей положили, в этом нет события, это просто чудовище, одно чудовище вместе в компании с другими чудовищами угробило очередного человека, событие уже не было. Нет, 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 ну что ты, ну что ты, те, в ком квартировала совесть по бабелю, они уже давно, ну, ее просто не может, таких людей не может там быть, это другая психика, это другая психика, знаешь, в пьесе «Утиная охота» там герой Зилов обсуждает со своим другом официантом, вот почему он, почему он никак не может попасть, да, почему он тот попадает, а этот нет. Зилов говорит, ну как же, ну я волнуюсь, а что ты волнуюсь, ну они же живые, официант говорит, знаешь, это кто мажет для того, они живые, а кто попадает для того, они уже мертвы. Да, взлетела, взял упреждение, нажал курок, да, это для тебя этот человек, для нее абсолютно нет никакой рефлексии, в том-то и дело, мы их меряем по себе, а там уже совершенно, это другие совершенно люди, имеющие к нам отношения биологические, очень относительные уже, да, ментальность совсем другая. Вот, события нету, события было бы, если бы она встала и сказала нет, это было бы событие. Но к этой истории наш друг Саша Черкасов, бывший глава мемориала, написал мне, есть чем сравнить, когда это случилось. В 83-м Андроповском году, я забыл фамилию, переводчик Толкина, который был по совместительству редактором хроники текущих событий, его должны были арестовать, но у него была терминальная стадия рака. Его в 83-м году оставили на свободе, дали умереть на свободе. И адвокат Калистратова, по-моему, да, тоже в 83-м, Андроповский год. Андропов, да, было распоряжение на этой стадии не арестовывать людей. Револьт Пимминус, револьт Пимминус. Да, 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 значит, было распоряжение не брать на такой стадии рака. Не то, чтобы они были сильно, так сказать, гуманитарными людьми, но Андропова все-таки заботила пиаровская составляющая, заботила. Это была все-таки империя с какими-то имперскими представлениями, да. Сейчас западные голоса будут что-то кричать, да, умер в заключении, ну, пусть уже умрет на свободе. В этом был своеобразный расчет, но все-таки, да, почувствуйте разницу. Андропову было не все равно, да, как будет выглядеть КГБ в глазах, да, общественного мнения. Ему было это не все равно. Этим сегодня, наоборот, демонстративная жестокость, пусть боятся, они, ведь это то, что делает Путин в отношении Запада, вот это демонстративное хамство, это же политика. Это не просчет в политике, это политика. Я уже говорил, не бензия, это не дефект политики, это такая политика. Ну, ведь в МИДе есть человек, который умеет говорить по-английски, правда, и есть люди с какими-то человекоподобными лицами, наверное, да. Можно было бы в ООН послать человека, который хорошо говорит по-английски и производить впечатление человека, а не неандертальца, но нет. Послали не бензию, это называется, чтобы вы знали. Да, вот мы такие, вот мы будем вот на таком английском языке, нам плевать, что вы о нас думаете. Это политика, это сегодняшняя политика. И мне кажется, что вот это очень важная разница. Этим не просто, я подозреваю, что жестокость носит немножко демонстративный характер, циничный, с улыбочкой. Да, вы полагаете, что мы, да, вы полагаете, вот то, что делают с Навальным сегодня, да. Они вначале ведь когда-то, они еще были и Фроше там какой-то, какой-то Кировский лес. Их как-то интересовало, чтобы мы поверили, что Навальный преступник, да. Их как-то интересовало, чтобы это было хоть немножко правдоподобно. Сегодня они попались на попытки убийства, сказали, ну и что, ковыряя в зубе, да. Ну и ладно, заморим так. Не удалось так, заморим так. А что вы о нас думаете, нам по барабану. В этом есть демонстративность. Собственно говоря, попытка убийства Навального раскрытая, как мне кажется, и была в каком-то смысле психологической последней точкой, последним поворотом. Ну потому что одно дело, да, сложные партнеры, особые интересы России, вот это все империя, знаете, наши территории, Петр Первый, Иван Грозный. Это вся херня, да. А другое дело, ты попался на, просто на попытки убийства своего главного политического. Попался за руку, доказательно, вот. Твои действия. А действий только два. Либо надо сажать всех этих кудрявцев, как когда, всю восьмерку сажать, и делать вид, что ты тут ни при чем. Какая-то, да. Но по Путину это означало давать слабину. Ну, и вот с этого момента, собственно, возвращение Навального, это был очень важный и трагический, и для Навального, и для всей страны момент. Потому что, собственно говоря, кто-то должен был сесть в тюрьму. Либо те, кто пытались его убить, либо он. Нам двоим не жить на этом свете, как говорил Грушницкий Печорину, да, это невозможно. Кто-то должен сесть, сел Навальный. И это означало демонстративность, это очень важный момент. И то, что сейчас происходит, мне кажется, демонстративность, это очень важное слово. И в отношениях с Западом, и в отношении вот в истории с Навальным, с Яшином, с Карамурзой. Никто, собственно, не пытается давно делать вид, что есть какой-то закон. Просто вы враги, мы вас будем убивать. Вот и все. Бегите, бегите, пока не поздно. Или мы вас будем убивать. И нам совершенно все равно, что о нас думают. И нам совершенно все равно, что Навальный, там, известен на весь мир, и Карамурза, там, сенаторы американские, президенты. Нам плевать. Это демонстративная вещь. Это из этой ситуации нету уже выхода, как в шахматах. В позиционную, в позиционные шахматы из этой позиции выхода нет. Кто-то кому-то поставит мат. Понимаешь? Да? То есть тут нельзя уже выйти в позиционную игру, в равную. Нельзя обратно вернуться в демократическое обсуждение. Из этой позиции не возвращаются. Путин давно проскочил все развилки, но последней развилкой было как раз даже не Украина, я думаю. А как раз история с Навальным. А после этого уже чего? Да? Уже поздно пить боржон. Вы уж как-то у нас все одно к одному. Сегодня пришло сообщение, вот буквально перед началом нашего эфира, что Илью Красильщик, бывшего главного редактора Афиши, который сделал очень популярный в Инстаграме сайт, который называется Helpdesk, и где он с самого начала войны давал слово различным украинцам, которые рассказывали, что с ним происходят. Было страшно. Это вот я утро начинала с чтения этого Инстаграма, и просто обливалось и стыд, и ужас, и вообще кошмар какой-то. Так вот, вдруг сегодня пришло сообщение, что его объявили в розыск. Против него было спустено уголовное дело и в розыск. Но понятно, Красильщик, еще когда возбудили уголовное дело, он ответил, что ему совершенно похеру, поскольку он не собирается возвращаться. Сегодня его объявляют в розыск. А вот это зачем? Зачем в розыск? Кому это сообщение? Кому это сообщение? Кому это месседж? Нет, нет, нет. Во-первых, это просто работает машина. Это просто работает машина. Если его не объявить в розыск, это значит, что ты не видишь в этом состава преступления. Ну, ты, наверное, плохой следователь, ты, наверное, плохой прокурор. Ты, наверное, не за Путина. Ты покрываешь путинских врагов. Вот и все. Значит, конечно, это нормальный ход вещей. Нормальный ход вещей. Дальше надо зафиксировать эту ситуацию. Зафиксировать эту ситуацию. Они не будут, конечно, ловить. Понимаешь, вот я думаю, что Карамурза был и есть. Человек такого масштаба политического. И таких, так провинившихся перед ними персонально. Поскольку Карамурза – это списки Демцова. Это очень важный, это их персональный враг. И вот тут им было не жалко никаких ресурсов. Я думаю, это как-то готовилось и согласовывалось. В случае просто с огромным количеством просто приличных людей, журналистов, правозащитников, которые продолжают делать свое дело. Это работает, я думаю, машина. Это работает машина. И она иначе не должна работать. Ну и, как сказать, они должны же получать зарплату. За что же он получает зарплату, если он не возбудил дело? Он ищет, против кого возбудит дело. У него отчет. У него своя, да, свой КПД. Окей. А какая машина, что за машина работает в отношении, когда начинает охотиться за спортсменами? Вот мы, значит, была известна история с исчезновением, с похищением вратаря ЦСКА, хоккеиста Федотова, который заключил для наших слушателей, кто не знает, скажу, подписал контракт с хоккейной командой Филадельфии. И должен был через месяц туда улетать. Его схватили. Сейчас он находится в Северодвинске, в больнице. Но его собираются, значит, отправлять. Говорят, что он избегал армии. И поэтому его отправят служить. Теперь пришла, сегодня пошло сообщение, пришли сообщения о том, что с такими же претензиями, такие же претензия предъявили нападающему Миннесоты Уайлду Кириллу Капризову и форварда ЦСКА Павлу Корнауху. Вы знаете все эти фамилии. Я знаю, что вы немножко сумасшедший. Извините. А в хоккей тоже не только футбол? Нет, нет, нет. Ну, НХЛ смотрю, поэтому Капризовы, конечно, знают. Надо сказать для наших слушателей, что если идет в футбол, то с Шиндоровичем о высоком говорить бесполезно. Поэтому на время чемпионата мира я выбываю просто из обращения. Значит, смотри. Тут разные вещи. Я не знаю, вот второй хоккеист ЦСКА в России ли он. Потому что это важная вещь. С Капризовым это смешно, потому что звезда НХЛ, вряд ли он собирается прямо из Миннесоты приехать на суд над собой. Я не думаю. Его никто не отпустит. Он стоит, за него уплачены такие деньги. Он там стоит миллионы долларов, понимаешь, за сезон. Его никто, его в Миннесоте никто не позволит просто отдать в Советскую армию, в Российскую армию. За второго парня тревожнее, потому что если он еще в России, то в любую секунду. Это тоже работает машина. Это тоже работает. Федотов, подожди. Вот Федотов, красавец. Два метра. Два метра два. Два метра три сантиметра. Куда-нибудь. Два. Два метра два. Ну, может, он вырос. Два метра, извини. Да, нет. Смотри. Значит... Извини, фотография, Витя, твой любимец Федотов в форме СССР. Да, я об этом писал. Я об этом писал, что так прилетел маятник. Ну, понимаешь, в чем дело. Ну, 23, там, 20-колько-то лет человек, он 97-го года или какого-то, он всю жизнь прожил при Путине. Да, он не помнит ничего, кроме Путина. Чуварить его за то, что надел маечку, что дали, то надел, мы не знаем, да? Да, он вообще об этом не думает. Ну, надел... Это был финал Олимпийских игр, чемпионат мира, не помню там, да? Какая разница? Ему надели, он другим занят. А то, что к нему прилетело, это, я написал, на себе не показывай, потому что хотел СССР, Ваня, вот получи СССР. Это политпросвещение для юного, для молодого хоккеиста Федотова. Это такое политические просвещения. Ленинский университет миллионов. Ему немножко рассказали про Советский Союз. Хочется, чтобы его, конечно, выкупили. Чтобы Фетисов, депутат, который аналогичным образом 30 лет назад почти свинтил, 35 лет назад, или 30 лет назад, свинтил в Китат Нью-Джерси, да? Это был большой скандал, он был одним из первых. Бежал Могильный такой был, как есть Александр Могильный. Он просто бежал. А потом была огромная тяжба. Фетисов уезжал, он был одним из, так сказать, первых ласточек вот такого свободного, да? Свободного выезда. Спортсмена, профессионала. У нас же не было профессионального спорта. И я очень все-таки надеюсь, что депутат Фетисов по старой памяти отобьет Федотова, Фетисов отобьет Федотова, да, от этого, значит, от этого ледового побоища. Вот. Но это частный момент. Общий момент заключается в том, что я думаю, что там в подоплеке как раз что-то личное. Он, так сказать, если бы он играл в ЦСКА, не пошел бы он ни в какую армию, разумеется. Видимо, он недостаточно, так сказать, не в той интонатрии поговорил с руководством ЦСКА. Может быть, руководство ЦСКА не хотело его отпускать. Он сказал, да ладно вам, а я не хочу больше. Я хочу в Филадельфию. Его можно понять, да? Филадельфия, Флайерс, прекрасная, легендарная команда. Что же ему? Там много русских вратарей прекрасных играет. Он хочет след за ними, да? Он хочет карьеры, денег, в конце концов. Все нормально. И, видимо, он неправильно поговорил. Ему решили показать, кто в доме хозяин. А дальше, вот тут интересно, я думаю, что с Федотовым это какой-то персональный момент. Он кому-то, может быть, там что-то не то сказал, и тот сказал, ах так, ну вот, тогда получите Северодвинск, да? А дальше пошла работать машинка. О, так у нас вот какой ресурс есть. Вот как военкоматы. Вот как мы можем проявить свою заботу о личном составе, об армии, да? Это патриотично очень, да? А кроме того, действительно, а сигнал заключается в том, ну как Гудков написал, ребят, хоккеисты, филателисты, пушечное мясо нужно. Если вы полагаете, что ваши там зарплаты и ваши звездности вас сохраняют, вас обезопасят, так и нет. Это сигнал, потому что если можно на пушечное мясо забрать, так сказать, призера, призера олимпийских игр и, так сказать, проторя сборной, то уж тебя болезного, там, любого эмирека в любую секунду, это тоже, да, это работает, это работает все-таки, дальше начинают работать машины. То есть фанаты не взовьются кострами? Фанаты? Отдайте нашего Федотова. Фанаты? Это ты про электорат? Я про фанатов, про вас сумасшедших, которые... Нет, послушайте, я не сумасшедший. Оттикалые секунды. Нет, 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 нет. Я, да, мне не шашечки, мне ехать. Я послушаю меня, я посмотрю НХЛ, это не про меня. Фанаты, это отдельная тема, и спартаковские, и зенитовские фанаты, которые были на прикорме у администрации президента. Это такой погромные отряды, которые можно в любую секунду, да, эту агрессию канализировать не друг на друга, не чтобы они друг другу черепа ломали, а, так сказать, направить на врагов. Это все такое патриотическое, очень патриотическое, с фашистским уклоном, как ты помнишь. Да, если ты помнишь, 10-й год, и фашистов в красно-белых шарфиках, которые там ломали нас и брюнетом в Москве. Да, да, да. Значит, поэтому это ресурс, это ресурс, прости, пожалуйста, Женя, не наш с тобой. Это ресурс администрации президента. Это когда нужно будет вот погромы устраивать и либералов, да, либералов наказывать уже кулаками, а не рублем, вот тогда ты увидишь под своими окнами, да, болельщиков Спартака, потому что им объяснят, из-за кого Спартак проигрывает. Понимаешь? Вот, да, это их ресурс, а не наш с тобой. Нет, они промолчат. Ты же видишь, послушай, нет никакой, нет никакой общественности, никакого общества в западном смысле слов в России нет. То есть политическое, общество как политическая сила, общество, которое может соорганизоваться в митинг, в политическое движение, в партию, да, в конце концов стать электоратом, да, ну просто прийти на выборы и поменять власть, да. Такого общества, как политической силы и такой общественности в России нет. В России есть некоторое количество замечательных людей, включая героических людей, которые делают то, что должно. Это моральный протест, это нравственный протест. Это не имеет отношения к политике. Увы, и Навальный, и Карамурза, и Яшин, и Голямова, и через запятую огромное количество людей, в том числе уже сидящих, да, это моральный протест сегодня. За ними нет никакой политической силы. Нету. Эту точку замерзания мы прошли после 12-го года, да, она была переломана, да, переломана на Болотной площади. Одни сели, другие уехали, третьи маргинализировались, четвертые пошли работать в администрацию, да, да. Слабая моя старческая память напоминает фамилию Баронова и так далее. Значит, и так далее. Все это давно нету никакой, нету никакой Болотной, проспекта Сахарова нету. Он уехал, маргинализировался или сел, да. А есть отдельные люди, отдельные люди, замечательные, которые символизируют моральное сопротивление режиму. Это очень важная вещь, очень важная вещь, но как бы впрок, как бы впрок. непосредственных изменений, вот как на, вот здесь вот в Вене, да, чтобы просто люди собрались и стали избирателями и поменяли бы там, или в Англии, и поменяли бы. Вот такого нет. Такого нет в России, к сожалению. Виктор, нам, к сожалению, надо сворачиваться, но я не могу вас просить все-таки не вернуть вас, тебя, в близкую, родную вам театральную среду. На прошлой неделе сразу трех главных режиссеров театров значит отправили отдохнуть и, соответственно, прекратил свое существование, как и объявил об этом основатель театра Кирилл Серебренников в Гоголь-центр, сменился главный режиссер в «Современненьке», сменился главный режиссер в театре «Школа современной пьесы», причем основателя прямо театра, значит, его и сменили. И одновременно с этим, как говорят, хороший режиссер Миронов едет там куда, в Бариупольский театр он будет теперь восстанавливать, и одновременно с этим вполне, так сказать, вот еще какая-то премьера объявлена в театре на Малой Бронной, где главным режиссером, если мне память не изменяет, Богомолов. Вот, и как-то я не увидела, я была на последнем спектакле в Гогольцентре, и там был и Федор Бондарчук, значит, ну, правда, он так пробежал, видимо, боялся, как кто-то, моя приятельница сказала, боялся, чтобы не заплевали. Но при этом было там, были по машинам, было понятно, что приехало некоторое количество каких-то там начальников и богатых людей и так далее. Вот я вас хочу спросить, почему этих уволили и опять театральная общественность в общем в тиши находится. Ну, по тем же причинам, какая общественность? Где ты видишь общественность? Есть люди отдельные, которые... Но Миронов, Чулпан Хаматова, которая уехала в Ригу, да, когда началась война, при всех моих к ней претензиях, а у меня, я не снимаю свои претензии к ней, я полагаю, что она была соучастницей того преступления, которые творились в Российской Федерации эти годы. Расходимся в оценке, но сейчас не об этом. Ну, сейчас не об этом. При этом, значит, и вот Миронов едет, значит, ну, есть совсем отморозки, как Машков, который вывешивает там букву «З» на своем театре. Но это хорошо, это такой крайний вариант, такие всегда... И, наверное, он играет какую-то роль в этот момент. Но... А Миронов? Он только поставил в спектакль «Горбачев». Замечательный Миронов, Женя Миронов, замечательный артист, он не режиссер, он артист замечательный, он руководитель театра. Чего ты от него хочешь? Ты слишком много от него хочешь. Он... Поставил спектакль человек, который сейчас умирает в больнице, Михаил Сергеевич Горбачев, и который спас мир, вот я как раз недавно кто-то написал, это очень, мне кажется, очень правильно. Горбачев спас мир от ядерной войны. Ну, да, возможно, сейчас не об этом. Мы про Миронова, да? Мне кажется, что у тебя завышенные ожидания от гениального артиста. Дай я расскажу анекдот. Давай, это хорошо. Классический актерский анекдот напоследок. Как королева вызывает великого английского трагика кино и говорит, я хочу, чтобы ты переспал со мной, как Юлий Цезарь. И он переспал с ней, как Юлий Цезарь. А это как? Ну, вот как, в образе Цезаря, вот в образе Цезаря, вот Цезаря. Вот, анекдот подробности не раскрывает. Значит, а потом она говорит, я хочу, чтобы ты переспал со мной, как Ричард Левина и Светлова. И так еще, как этот, и как этот, и как этот. Да, и он в разных образах с ней. А потом она говорит, я хочу, чтобы ты переспал со мной, Валерий, что простите, не могу, я импотент. Это ключевой анекдот про актерскую специальность. Он абсолютный гигант на сцене. Прости, но когда он сходит со сцены, а ты на него экстраполируешь его образы, его силу, сценическую силу, сценическую мощь, сценическое разнообразие, ты экстраполируешь на его личность. Но там ничего нету. Там ничего нету. Да, ему роль, он ее сыграет. И он ее играет блестяще. Да? А все остальное, ну, послушай, мы любим артиста Миронова ни за ум, ни за политическую позицию. Он такое дитя природы, великое дитя, да, вот абсолютно близкий, гениальный. А сцены, который что нальют, то он и... Абсолютно, абсолютно. И он замечательно и он сыграет в тебе муце с цивол, он сыграет тебе героя и абсолютно внутри оправдает это. Но потом он выйдет за кулисы, переоденется, и он будет тем, кто он есть. Да, не надо требовать, не надо требовать слишком большого. Мне кажется, во мне, наверное, говорит симпатия к Жене, потому что я его знаю давно, но и невероятно ценю его Божий дар. За пределами Божьего дара и среди детей ничтожных мира, Женя, быть может, всех ничтожней он. Да, это давно сказано, сформулировано тоже человеком, который за пределами своего дара был очень разным, очень-очень разным, да. Он знал, о чем говорит. То есть, мне бесполезно спрашивать тебя по поводу Сергея Шнурова, Шнура и группы Ленинграда. Нет, это совсем другая история. Это совсем другая история. Ну, тоже актер сказал облить грязью и сходу. Нет, это другое дело. Ну, послушай, это другое дело совсем. Миронов божественно одаренный человек, а Шнуров просто глянцевое существо, так сказать, корпоративщик. Ну, это несравнимые вещи по Божьему дару. Тут нету драмы. Тут нету драмы. В случае с Мироновым есть некоторая человеческая драма, да, и в случае с другими, да, фильм Мефисто, да, Иштона Саба, да, для тех, кто хочет посмотреть поподробнее, да, классика, классика, да, тут есть драма человеческая, когда есть личность, когда есть актер. А со Шнуровым, что про Шнуровым-то обсуждать, вообще я не вижу темы. Господи, боже мой, он-то по своему размеру выступил. И творческому, и человеческому, тут никаких открытий нет. Забавно, что в один ряд это ставится, да, а это разные, это совершенно разные случаи. Шнуров просто циничный человек. Женя нет, Женя не циничный, Женя пластичный. Он позволил себя убедить в том, в чем было лучше убедиться. Мы его любим не за политическую позицию. Смотрите, я правильно помню, что ты когда-то преподавал технику движения. Циническое движение, в том числе в Табаковской студии. В том числе в Табаковской студии. То есть ты преподавал, как двигать ногами и руками. Ну, пластиком, наверное, не так. Пластика, пластика. Я понимаю, моя мама тоже в Вахтанском театре сдавала вольтеровку. Но я просто хочу сказать, что как интересно вот в тебе это такое корпоративное, да, вот театральные люди, они какое-нибудь говно не делали, но они все равно они хорошие. Нет, люди разные. Нет, 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 почему? Есть Богомолов, это другой случай. Да, Господи, прости, там Господи, там их как раз... Послушай, это все люди, это все люди. Просто надо понимать, что и очень разные, очень разные случаи, совсем разные случаи. Ну, условно говоря, Никита Михалков, Женя Миронов, Богомолов, да, это совершенный, Машков, это разные случаи, разные, интеллектуально разные, по таланту разные, и так далее. Психология. это разная роль. Психология разная. Нет, это интересно об этом поговорить, но это все-таки я бы предложил бы под конец на общий план выйти, не в разбор персоналий, а на общий план. На общий план. На общем плане ты сказала, где театральная общественность? Нету общественности никакой. Хотя, вот то, где ты была, меня не было, и, как сказано у Аксенова, жаль, что вас не было с нами, жаль, что меня не было с вами. Вот этот вечер, последний вечер в центре Гоголя, это ведь, Женя, это ведь, насколько я понимаю, по пленке, которую я видел, это была антиправительственная демонстрация. Это моя пленка, кстати, была. Два зала. Да, это была большая антиправительственная демонстрация. За огромное... Но молчаливая. Какая же молчаливая, овация. Овация. Но при этом ни художественного руководителя театра, ни директор не вышли, не дали пресс-конференцию, ничего, наоборот. Нет, конечно. Нет, послушай, ты опять хочешь раздавать пощечины заложникам, да? Ну, давай, они дадут пресс-конференцию, и сядут. Ну, давай, мы их будем упрекать за то, что они не пошли вслед за Навальным и Карамурзой в тюрьму. Да? Нет, мне кажется, тут важно другое. Вот те две тысячи человек, как я понимаю, тысяча в зале, еще почти столько же снаружи, да, которые пришли на закрытие Гоголь-центра, это была... Вот в этот момент, когда овация в зале, это становится общественным явлением. По-одиночке не две тысячи, а те 20 тысяч, которые есть в Москве, 40 тысяч, не знаю, сколько, да, больше, наверное, в Москве осталось людей, которые не поддерживают спецоперацию эту, да, поганую, да, но по отдельности это просто то или другое моральное сопротивление в том, другом, на том, другом или другом уровне. А когда они собираются вместе, да, это становится выражением некоторого, да, это мы увидели остаток, это вот мы увидели остаток проспекта Сахарова, да, вот эти люди. Это, конечно, была политическая демонстрация. Овация перед спектаклем, перед спектаклем, как я понимаю, да, овация перед спектаклем, овация перед спектаклем, да, овация перед спектаклем означала, означала некоторое политическое высказывание. Это было очень выразительно, это очень было выразительно, это замечательно, что эти люди есть. Но еще раз, по большей части, это индивидуальное моральное сопротивление, при котором мы присутствуем. Впрок, повторяю напоследок, впрок это очень полезно. Впрок. Никаких непосредственных изменений от такого произойти, конечно, не будет. Это был Виктор Шендерович, и сегодня он для вас подводил итоги этой очередной не слишком счастливой недели. Виктор Шендерович, спасибо вам большое за участие в этой программе. Спасибо, счастливо.